Здравствуйте, дорогие друзья! Давно меня не было на канале. Связано это с тем, что я сейчас максимально стараюсь, в общем-то, сделать канал лучше путем того, что я планирую поменять камеру. Надеюсь, что будет лучше меня слышно, меня видно и так далее. А сегодня мы поговорим с вами о тревожном типе личности. Я, к сожалению, пропустил это мое такое упущение, тревожный тип, и его не было до сих пор на канале. В том виде, как полноценное описание этого типа личности. И сейчас мы с вами поговорим о том, кто же такой тревожный тип личности. Дело в том, что само за себя название говорящие, да? Но для нас интересна вторая приставка этого названия. Очень часто этому типу личности характеризуют как тревожно-умнительный. То есть, мне постоянно должно казаться, что где-то какие-то опасности пождают меня. И вот, исходя из этого ощущения опасности, тревожный, как правило, в отличие от великтоида, который решает драться сразу, тревожному лучше взять и, в общем-то, покинуть сцену, да? Не участвовать в битве, тревожный стремится спрятаться от всех его наваждений, тревожный стремится не менять окружающую среду. Тревожные – это консерваторы, потому что, конечно, смена какой-либо, особенно яркая смена окружающей среды – это для тревожного стресса. Он должен к нему адаптироваться, он должен убедиться, не поджидают ли его опасности в его маленькой жизни. Вот. И как-то так. Все бы ничего, если бы все эти психотипы, очень часто, повторюсь, но не всегда, очень часто, но не всегда, не превращались в тревожные расстройства. Кстати говоря, вот мне пишут часто на канале «Сергей, вы неправильно описали, там истероидное расстройство, оно у вас какое-то невыраженное, там еще что-то?» Это вот так, вот так, вот так. Дорогие друзья, я знаю, потому что вы пишете этот комментарий не под истероидным расстройством, там, тревожным расстройством, или, допустим, параноидальным расстройством, вы его пишете под психотипом. Поэтому описание отличается от того, что есть по классике, там, где СН еще где-то. Психотип является нормой. Тревожно-мнительный тип личности – это просто тип личности человека, его акцентуация, его прошивка, как Windows, если хотите. То есть это ни в коем случае не претендует в норме на какое-либо расстройство. Это важно. Окей, скажете вы, для чего же нам тогда нужно знать все эти психотипы, если речь не идет о здоровье? И на самом деле людям-то, в общем-то, ничего не угрожает, как в случае с вездесущими нарциссами, которые посягают на свободу всего человечества. Очень просто, на самом деле. Дело в том, что, зная типы личности, вы можете применять это, если захотите, в продажах, вы можете применять это в общении с вашим близким, с тем же тревожным, если вы эпилептоид, не насиловать его и не стараться его закалить, потому что это только усугубит его тревожную акцентуацию. И очень часто эпилептоиды родители отдают своих тревожных детей. Куда? В армию, например, да? И, конечно, там они получают очень сильные психологические травмы такие люди. Очень важно, научаясь определять типы личности, понимаете, научиться подстраиваться в общение с ними. Не для того, чтобы им угодить или там ради какой-то корысти. Вы можете навредить человеку со слабым типом личности одним словом буквально. Так, например, у человека, у которого слабая самооценка, даже нарцисса, можно достаточно сильно ранить в определенный момент, в определенных контекстных ситуациях. Но если хотите, напишите мне в комментариях, мы об этом еще подробнее поговорим. А сейчас о тревожном. Что хотелось бы еще сказать о тревожном типе личности? Подумаем, где такой человек мог бы работать? Ну, конечно же, это в первую очередь бухгалтер какой-нибудь, человек, не общающийся людьми. Может, сторож, может, библиотекарь. Ну, программист, но ему главное не отвечать за качество своего труда. И желательно, чтобы были нежесткие рамки. Может быть, даже, ну, что-то такое вот пилить, что-то такое однообразное. В общем, какие-то куски кода одинаковые. То есть, тревожные даже не стремятся за творческой составляющей. Потому что базовая эмоция – это снять с себя ответственность. Потому что самоответственность, внимание, несет в себе опасность. Вдруг я не справлюсь вовремя с заданием. Вдруг я не смогу чего-то сделать. И меня за это покарают. А если начальник эпилептоид, то эпилептоид с полностью готовностью будет карать тревожного. Ну, по-своему, конечно, в своих каких-то рамках. Но для тревожного это уже болезненно. Да, то есть, даже если на него эпилептоид повысил голос, что-то еще, его могут не задеть выпады нарцисса, который там будет стремиться указать, ну, на какие-то там личные качества. Тревожному это не так важно. Что у него там может быть несколько беден, еще что-то. Но если на тревожного начинать давить прямо напрямую, такой скрытой агрессии или даже открытой агрессии, вот это самая травмирующая ситуация для тревожных. Ну, классический пример это, конечно, армия. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите ваши вопросы по тревожному типу личности. А я вас жду на своих онлайн-консультациях.